Привет, ребята! Новый день, новый влог. Вы, наверное, вообще в шагах полнейших. Не без переезда, мляха-муха, и без таскания чего-либо на дачу. Что сегодня мы повезем на дачу? Мою золотую кнопку, вот этот торшер от бренда Чика, вот это вот детские сидения. И там же распакуем на даче картину, которая была у нас там, где шкаф, вот здесь. Из-за того, что уже вчера собрали мебель детскую, которую нам привезли от магазина Ля Редуд. Я вам кое-что показала уже в предыдущем влоге, но большую классную, ну, не распаковку. У нас уже мебель стоит в комнате, даже чуть-чуть вам запалю, вот так вот, хоп. Вот, остальное показывать сильно не буду, ну, вы там уже чуть-чуть начали видели, но, короче, в любом случае подробно посмотрим попозже. Здесь у нас тоже куча всего. Кроватка от бренда Чика, еще у нас люлька от них появилась офигенной. Все это будем разбирать уже, когда приедем с дачи. В общем, мы собираемся, сейчас поедем на дачу, забираем с собой вот эту Алису. Теперь есть новая, более крутая. Не знаю, везти это на дачу, нет? Тоже ты чистый? Красавчик. Да. У нас была химчистка обуви, и некоторые обуви просто как новые. Круто, даже жалко в таких ходить. Короче, Слава сейчас потихоньку будет все это носить, а еще вчера к нам приехали новые ботиночки, сейчас вам покажу их. А что, может, серебряную кнопку тоже нафиг? Что мне на нее смотреть-то? Так-то скажите. Жалко, конечно, что все эти мои богатства будут на даче. Но, с другой стороны, на кой черт они мне здесь в Москве? Вот что реально на это смотреть? Ну да, прикольная награда. Толку-то в ней. Так, бандэш. Не знаю, наушники пригодятся, нет? Так, у нас временно здесь вот так. Потому что я еще не успела разобраться с тем шкафом, что у нас там будет. Короче, хотела вам похвастаться обновочками. Вот такие красавочки у меня. Такие красивые. Вот, классный такой, стильный. Никогда не думала, что мне понравится такой цвет вообще, сочетание. Но они выглядят просто офигенно. И на ноге тоже. А вот такие вот кроссы у Славы. Тоже его обновочка новиночка. Тоже прикольные, яркие. Видите, какие мы яркие личности. Вот тут еще кроссочки, которые в химчистке были. Вот еще Славины тоже после химчистки. Ну, они как бы не новые. Тут есть где-то какие-то, может быть, коцочки, царапочки. Но в целом выглядят просто офигенно. Ребят, знаете, в чем у меня очевидные плюсы быть блогером? Организаторские навыки за годы работы прокачиваются просто на 100 из 100. И я сейчас для любого мероприятия сама могу собрать команду с нуля за пару часов. А еще с годами учишься внимательнее относиться к подрядчикам. А еще обращаешь внимание на отзывы. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Могу порекомендовать вам сервис, где можно найти топовых специалистов просто под любую задачу. И это Авито. На Авито можно найти любых специалистов. И стилистов по волосам, и визажистов, и фотографов, и диджеев на мероприятия. Но, конечно, я подхожу к выбору специалистов крайне внимательно. Изучаю отзывы лично, отсматриваю портфолио и обращаю внимание на рейтинг. На Авито все это анализировать суперудобно, а личное общение происходит прямо в приложении, и можно заранее обговорить все детали. Да, на это уходит какое-то время, но зато приезжает мастер своего дела и делает все как надо. Думаю, с функционалом приложения все знакомы, но хочу вам показать, как конкретно можно искать специалистов. Обратите внимание, что я не только фильтрую исполнителей по рейтингу, но обязательно захожу в отзывы, смотрю, где территориально находится мастер. Кстати, удобно, что почти в каждом городе можно найти специалиста. И вариантов действительно много, так что вы точно найдете себе мастера по душе. Так что выбирайте мастеров для ваших событий на Авито. Когда мы приехали, я вам сейчас покажу, закачайтесь, Атас, все, что мы сели, ни хера не выросло. Выросла куча всякого, говнище, пирогище, все обросло. Но по порядку, начнем с электроэнергии. 703. Горбель электрический котел. Это вообще угар. С ним какая-то явная муть. Просто жалоб, блядь. Ребята, в прошлый раз, когда мы здесь были на даче, а это было сколько назад? Месяц? 24 февраля, блядь, почти месяц. Почти месяц. Ну, короче говоря, месяц. И знаете, сколько за этот месяц, что нас здесь хоть и не было, мы выключили полностью электричество. Знаете, сколько нагорело? 3000. Это улёт. Чтобы вы понимали, до этого, блядь, 20 тысяч у нас нагорало, даже если мы здесь не живем, и у нас все на минимуме. То есть у нас вот всегда работает, понятное дело, холодильник, ну, что-то еще. Что у нас тут еще? Котел чуть-чуть работает. Какой котел? Водонагревающий. Водонагревающий котел. Ну, короче, такой ерунда. Да, то есть теперь мы точно знаем, что все это было из электричества, из электрического котла. Блин, как же круто в месяц 3000 платить. Я тебе больше скажу. Мы сейчас сделаем профилактику этого газа, газового этого... Как его, господи? Газгольдера. Газгольдера. Сделаем профилактику. Я закажу газ, мы его заполним, и зиму эту мы будем на газу. Это будет в 5 раз дешевле, чем ежемесячно платить 30-ку за электричество. Да, только с газом нужно здесь тоже как-то жить, наверное, нет? Нет. Не опасно так? Нет. Блин, 3000. Чтобы вы понимали, реально, 20 тысяч мы до этого платили. Но вы помните, 20 тысяч каждый месяц вот зимой, и мы здесь не живем. Но у нас отапливался дом, потому что нам жалко. У нас здесь куча вещей, там какая-то техника, телевизор, все. И что, оно все в сырости будет стоять? Дом жалко. Должен хоть на минималке какой-то стоять. И нагорало просто нереальное количество деньжат. Погодка просто улет. Я здесь все сейчас подмела, потому что были... Жалко, уже дерево отсвело красивыми цветочками. Вот видите, там вот такая шелуха. Не знаю, видите, нет. Короче, все это дело отсвело и попадало. Потому что я хочу здесь помыть пол и помыть эту самую. Ее тоже метелкой протирала, потому что пыльца нападала вообще. Вот даже тут видно. Ну что, здесь, конечно, все заросло, понятное дело. Что-то расцвело, что-то пошло, поехало. Надо будет сейчас почикать вот эти палочки сверху. У гортензии, я думаю. Или не трогать, уж не знаю. Вот, 20-го к нам придут здесь порядок наводить. Потому что, понятно, я не в состоянии. Вот, заплатим денежку. Вот, чтобы здесь все почистили от сорняков. Ну, красиво пропололи все. Все как надо. Завтра нам привезут газонокосилку. Слава заказал. Вот, видите, как у нас все заросло. Трэш. Толком никакой травы вообще и нету. Вот. Я сейчас все это буду делать, в любом случае, проливать. Так, показываю, что у нас здесь. Ну, про газон я вам сказала, что заказали газонокосилку. Завтра привезут. Ой, цветочки эти все еще растут. Конечно, сорняков очень много. Есть какое-то средство. Ходишь, пшикаешь, и они уходят. Потому что их просто выкорчевывать не вариант. Ой, посмотрите, какой здоровый одуванец вырос. Я не хочу начинать это. Я, конечно, с ума схожу от этого беспорядка. Но я не буду заморачиваться этим. Как-то расстраиваться, знаете. Типа, мне-то надо все срочно убрать. Не надо. Вот придут, мы заплатим, уберут. Я не хочу свое здоровье тратить на это. Мне только спину вылечили. Короче, у меня же сильно болела поясница, я вам рассказывала. И я ходила на массаж. Буквально. Уже вчера, что ли? Семнадцатого. А, значит, вчера. Вчера ходила на массаж. Это было просто восхитительно. Меня просто вылечили реально мою спину. Мне там что-то банками делали еще. Прям вообще вот такая тема. Массаж лица еще делали. Не знаю, сейчас утекшая. Нет. Ну, конечно, она у меня, понятно, больше сейчас. Но в целом я думаю, что все равно массажик мне помог. Что у нас тут вообще растет? Бабушкина роза. Плохо ей совсем. Очень плохо. Буду бабушке звонить. Вот лилии. Помните, я сажала здесь лилии? Красотки какие. Красавицы. С какой-то божьей коровкой. Или что это за жук? Так вот, красота. Смотрите, какой тюльпан. Некоторые отсвели, некоторые я так и не увидела, наверное. И не увижу уже, какие они. Я вот думаю, может быть их это, чтобы попросить тоже, чтобы выкорчевали, пересадить как-то. Вот там аж луковицы от них какие-то, гляньте. Не знаю, что мне с ними делать, куда мне их сажать. И вообще пойти прогуляться. Я, конечно, что-то устала тут ходить и подметать. Но зато как чисто стало. Вот там столько мусора было. Вот этот вот асфальт, который нам делали от дома. Ну, что-то потрескалось. Какие-то штучки. И мусор, конечно, собирается. Ну, вот этот бетон. Откалывается. Фуфло. Фуфел какой-то, видите? Ну, ладно, мы все равно потом будем, ну, не то, что переделывать. В идеале, да, тут же красоту навести. Понятно, все это не сделаешь за один раз. Вот. Хочется здесь красивую такую, какую-нибудь, не знаю, плитку или как-то красивую такую. Прям все разложить и сделать. Ну, я очень рада, что гортензия все-таки прижилась. Она, конечно, болела. Но посмотрите. Почечки-то. Мои чудные почечки. Как я рада. Мои чудные почечки. Мои чудные почечки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для газона распрыскивать Вот, нужно покосить И через 5-7 дней Этим средством Все это дело почистить И тогда будет вообще офигенно, говорит Вот Так что, да, в идеале Хочется очень сделать, но Покосим газон мы, наверное, послезавтра уж Что у нас нет газонокотилки сейчас Наша старая сломалась А 21-го нам уже надо будет уехать К сожалению Поэтому, может быть, не в этот раз Но в любом случае, хотя бы Купить это средство можно Чтобы оно уже было наготове В следующий раз Потому что нельзя сразу Брызгать, нужно 5-7 дней подождать Оказывается, комары-то Причем они жрут меня Как сумасшедшие Они мне уже все ноги обкусали Все руки обкусали Я представляю, какой от меня аромат исходит Считаю, во мне крови дофига Там еще младенец в животе Они такие Ненавижу комаров Что-то смывается этот самый Кто? Что это она? Может, фуфел какой-то дали? Или как-то должно быть? Странно вообще, что смывается Я просто вот лью, а она смывает Да Не лей на него Так я не стараюсь его не лить Но просто это странно Это странно Может, не взялся еще хз Да как? Ну, вообще, это все, конечно, чепуха По поводу побелки И бабушка сказала И все написали, что это все ерунда И сейчас уже это никто не делает Это только так, для красоты, типа А так это бестолковая вещь Ничего не дает Чуть ничего не дает Нет, ну красоту, ухоженность Я два часа на это потратил Ну, слушай, это то же самое, что я там подметаю, лью Вот здесь пол пролила Казалось бы Казалось бы Ну что ж, уже повечерело Я здесь пролила Хотя думала, не хватит меня То, чтобы здесь пролить И не потому, что я устала А потому, что, блин, комары меня просто зажрали А еще я в шоке с этих сорняков Охренеть Ну, понятно, что мы не косили долго, да Но это, конечно, приколдесс О, господи, Лили Лили Вы что тут делаете? А, это букашка Прикол Ребята, новый день Такой угар Все, что я вчера подметала Короче, это, конечно, угар полнейший Блин, и пыльца снова налетела О, мой бог Я в полном шоке А еще сегодня погода плохая Ну, не настолько плохая, наверное, что по жилетке ходить Вот, а еще я заметила, что у меня здесь куча пятен Я только что готовила И шашлык мариновала И я думаю, может, эта вода и она высохнет Ну, что-то она не высыхает Не знаю Ну, ладно, я на даче Ничего страшного Что ж У нас сегодня уже столько всего интересного произошло Приезжали, брали пробы воды Заказали мы Потому что будем делать фильтры на воду Тут у нас тоже интересности происходят Помните, здесь были эти полки всякие Вот, они нам не нужны Ну, и здесь, как помните, я рассказывала Нужно сделать ремонт Ну, убрать вот этот грибок Плесень Сырость Потому что крыша течет до сих пор В общем, я в своем телеграме рассказывала о том Что я решила сходить на маникюр Около своего дома И мне сделали очень плохо Рассказываю с самого начала Я пришла Записалась на манину Позвонила Говорю, вот, здравствуйте Мне нужно быстренько поменять покрытие И длину убрать Все То есть я хотела просто такой, типа, экспресс-вариант Именно поменять покрытие Короче, я прихожу У меня начинают снимать покрытие Все И я мастеру говорю То, что можем еще как-то кутикулу быстренько обработать Ну, то есть так Чисто пройтись валиком Да, это будет не супер-вау Но мне хотелось такой экспресс-вариант Потому что на следующий день у меня была съемка Вы знаете Это сессия вот в Коломенском парке И мне хотелось просто обновить цвет Она говорит Да-да, мы сейчас все вам вообще сделаем Все круто Потом, короче, доходит момент до того Когда уже надо покрывать ногти Там гелем Не знаю, что у них там за штука Я говорю Еще давайте сделаем укрепление Потому что мне нужно, чтобы у меня были твердые ногти Я не люблю, когда они мягкие У меня обычно, вот когда мне делают маникюр Вот здесь на даче я хожу, да К мастеру я записалась, кстати Переделать этот ужас Мне делают без укрепления У меня все равно ногти твердые Но мне все равно этого как будто бы Ну, хочется еще тверже Для большей безопасности Сейчас у меня такие ногти Что я ими не могу ни голову почесать Ни открыть вот эти вот там, знаете Типа румяна Вот так вот ногтем берешь, открываешь Не могу открыть ничего Даже у хлеба, знаете Вот эта вот белая такая закрывашка Чтобы пакет закрыть Я ее даже не могу открыть Настолько у меня мягкие ногти И это не потому, что я, типа, беременна Я видела комментарии, что кто-то написал Вот, наверное, у тебя из-за беременности Не принимается что-то там И что-то отваливается Тут у меня откололся кусок ногтя Я его отрезала Откололся он потому, что у меня очень мягкие ногти Которые постоянно в движении Ну, то есть я не могу элементарно Когда вот там моешь голову Ты хочешь не просто подушечками А хочешь прям почесать Да даже если не моешь голову Просто хочешь почесать Ну, типа, это неприятно И они очень тонкие Я не знаю, сфокусируется Сейчас камеры нет Ногти очень тонкие Ну, в смысле, у меня таких тонких никогда не было Тут, конечно же, нет никакого выравнивания Но я это и не просила Я просила просто укрепление За укрепление дополнительно Я заплатила 600 рублей И укрепление выглядело так Что мне просто каким-то Как будто бы, ну, прозрачным лаком Покрыли ногти Я их посушила И это типа укрепление Я в моменте, когда сидела на маникюре Ну, я думаю, блин Ну, наверное, сейчас мне сделают все классно Ну, типа, что-то сказать Да, вроде все норм Все так быстро Мне нравится Цвет там выбрали Все нормально Каких-то затеков Ну, там, знаете, чтобы Вот к чему-то придраться Что что-то криво Не замазалось Такого нет И в итоге Все мне сделали Я смотрю, ну, вроде нормально Ну, что, издалека плохо, что ли? Ну, нормально И я даже не успела ощутить то, что Я вижу, да, что они тонкие Но я даже не успела ощутить то, что Они настолько мягкие И вообще не твердые Ну, то есть на ногтях Как будто бы нет ничего И мало того, что на них Как будто бы нет ничего Есть ощущение, что еще спилили Моего Типа, знаете, моей ногтевой пластины Что они еще тоньше стали Короче, я прихожу вчера Нет, позавчера прихожу В салон без записи Просто прихожу Ближе к вечеру Говорю, здравствуйте Мне очень плохо сделали У меня ногти очень мягкие И здесь отломится вот-вот ноготь Я вот в итоге после того Как пришла домой Отрезала Потому что я понимала Что он сам оторвется Будет хуже И, короче, говорю Вот, можете мне сделать Что-то быстренько Просто укрепить Дело даже не в том Что там Деньги, не деньги Я была готова Там заплатить Мне пофиг Мне просто жить неудобно Реально делать Обычные повседневные Домашние дела Какие-то бытовые дела Элементарные Мне неудобно Ну, короче Их-то так тишина У меня на животике Жесть Мне сказали, что, конечно же Мастеров нет Все заняты И я понимаю Что с этим ничего не поделаешь Не могут же они бросить Своих клиентов Которые к ним записались Чтобы сделать мне ногти Мне предложили прийти На следующий день Утром в 10 утра Еще полтора часа Чтобы я потратила Но, типа, бесплатно Они мне все переделают Я хочу сказать Что они постарались Решить проблему Конечно Ну, то есть Я ничего не хочу сказать Но мне нужно было Чтобы мне с самого начала Сделали нормально Когда я пришла Потратила свое время Я специально звонила девушке И спрашивала Делают ли у вас быстро Потому что мне нужно быстро Я еще после болезни была Я не хотела где-то долго зависать Там на 2,5 часа Еще что-то И, да Я понимаю, что Типа, моя вина По сути Моя вина заключается в том Что я захотела быстро Может быть, не проверила В салоне Но такое бывает Ты не сразу можешь что-то догнать Успеть там пощупать Потрогать Чтобы понять Нравится тебе, не нравится Но и мастер получается Никакого укрепления Меня не сделала Да То, что тут что-то криво Не криво Это один момент Но были бы они хотя бы твердые Я бы вообще не парилась Потому что мне неохота Сейчас тратить время На маникюры Педикюры Ну, в смысле Я это делаю, конечно же И буду делать Но Вот сейчас мы приехали На дачу, например И мне очень сильно хотелось Здесь на даче Вообще не выезжать Практически с участка Там на маникюр Не тратить время Потому что я в итоге Записалась на маникюр На педикюр Потому что раз уж Я все равно пойду на маникюр Сделаю уже и педикюр Там, что, господи Там час времени займет Грубо говоря Педикюр И маникюр Там, не знаю Около двух Два Короче Просто грустно Потому что я Хотела Просто тупо здесь сидеть На участке Делать какие-то дела Подомой что-то делать У нас не так много времени Здесь на даче Что мы можем провести Потому что у нас есть дела Из-за которых нам нужно Вернуться в Москву А потом я не знаю Когда мы сможем приехать Сюда на дачу В любом случае Как будет, так будет Просто мне Вот реально Больше всего Жалко свое время И Да, безусловно Мне жалко и деньги Которые я потратила Но время Мне еще больше жалко И даже мне жалко Уже знаете Не то время Которое я тогда потратила Будучи в Москве А жалко то Что сейчас Мне снова придется Тратить время Потому что так Я тоже не могу жить И ходить Ну нет Гипотетически Я могла бы отменить Запись и ходить так Эй, Камар, уйди Но тогда мне потом Опять придется В Москве тратить На это время Да я уже не хочу Отменять запись Потому что я записалась И Ну тоже как-то некрасиво Все-таки Меня ждет человек Ты Ну что Там собачка пошла Спалось мне хорошо А тебе как хорошо Спалось Моя мамочка Любимая Жалко вот погодка Такая не очень Но завтра должно быть Потеплее Вчера было Чуть ли вообще Не 28 градусов Жары Прям реально Жара-жара Сегодня Что-то 14 Ну не так холодно Чтобы сидеть В жилетке Наверное Но все равно Во-первых Я болела И иногда Весерок дует Да ну нафиг Смотрели вчера футбол А кстати Мы тут со Славой Подсели на футбол Ну как подсели Слава сказала Что ой Типа футбол Как-то так вышло Что он один раз Да Вевтика Приезжает папа домой И такой говорит Сегодня футбол идет Чемпионат Я говорю Блин Какого нафиг Какого вообще Хрена Ну думаю Ладно Пофиг Будем смотреть футбол Тем более Я могу особо не смотреть Там в телефоне Какие-то дела делать Я все никак Фотки не дообрабатываю Еще с прошлой фотосессии Это просто кошмар Надо обязательно этим заняться Это ужас Вот И Включаем футбол Что ж мы смотрели Первый матч Короче Суть не в этом Мы подсели на футбол И практически каждый день Смотрели футбол Потом был какой-то перерыв Ждали Когда будет Ответные Вот эти вот игры Опять смотрели И Что я хочу сказать У меня всегда В голове Было такое Что Реал Мадрид Это вообще Офигенная Просто Команда Что это просто Офигенный клуб Там просто профи Вообще Какие-то суперкрутые Еще со времен Там Роналда Я думаю Блин Ну как Вообще Они же крутые Тащат Ну типа Знаете Ну как Я же не слежу Так за футболом В моей голове Такое Ну типа Если типа Роналда Ну типа В Реале Значит Реал Вообще крутые Ну типа Две сильные команды Там Барселона Реал Ну такие Потому что Они самые популярные В моей голове Были Из-за того Что там Месси Да Месси И Роналда Они ну такие Медийные Популярные Прям звезды Звезды Ну и понятное дело Крутые Вообще Молодцы Профи Так вот И понятно Что сейчас Роналда Нету В Реале Но суть не в этом Я все равно К Реалу так отношусь Что это крутая Сильная команда Вообще Крутые ребята И я просто В шоке Я просто в шоке Кто смотрел Чемпионат Они обосрались Просто я не знаю Кто Я такого вообще Не ожидала Мы со Славой Просто в шоке были Не знаю Сколько Они играли Против Манчестер Сити И Манчестер Сити Конечно тоже крутые Уж ничего не скажешь Но я думала Что блин Реал точно Типа Ну вытащит Затащит Это получается Уже был полуфинал И До этого Они играли В 1 и 3 Или как это называется Ну короче Был 1-1 А в полуфинале Этот счет Сохраняется Как бы 1-1 И продолжается Новое То что Вот они забьют В новом В новой уже игре И это просто Трэш Девки Я охерела Мы в итоге Что-то не выдержали Легли спать В какой-то момент Мы легли спать Когда Короче Реал Ни хера Ни хера Ни хера Манчестер Забили Третий гол То есть Было уже Четыре Нет Второй гол Наверное Не забили И счет Общий Как бы Был 3-1 Ну С прошлой игры Если считать Короче Мы легли спать Вырубили Потому что Да ну нахер Все Мы реально Распсиховались Все ясно Уже Кто победит Но это реально Трэш И когда мы проснулись Вот мы вчера Ехали на дачу Я говорю Славе Давай вообще Посмотрим Чем там Закончилось 5-1 Ну то есть Типа Мы когда выключили Еще два гола Забили Манчестер Мы в шоке Я просто Славе Груб Блин Реал Это просто Я в шоке С них Реально Так обосраться Так опозориться В моем понимании Это просто Совсем уже Ну знаете Окей Там если Я не знаю Там 1-0 Допустим Они там Или не знаю 3-2 Ну то есть Что-то такое Но 5-1 Это вообще Шок И они играли Плохо На самом деле Мы смотрели Я говорю Господи Они вообще Не хотят работать Не хотят бегать Не хотят отыгрывать Отрабатывать Ну короче Кто смотрел Я думаю Вы поймете Слава говорит Читал там На каких-то чатах Что-то такое Там все Вообще в шоке Все охеревают Обосрались Ничего не сказать Вот Вчера тоже Футбик смотрели Ювентус Севилья Вот Мы со Славой За Ювентус болели Но Ювентус Тоже обосрались Севилья победила Но я вырубилась Я каждый Вот вечер Ну там Ночь Мы просто смотрим футбол Не в прямом эфире А прямой эфир берем Перед тем Как начинается футбол Ставим на паузу Потому что постоянно Есть какие-то дела Которые нужно успеть делать Ну короче Не можем мы нормально Посмотреть футбол В прямом эфире Нам приходится Ставить на паузу И как бы смотреть Типа прямой эфир Но в записи Типа того И я постоянно Вырубаюсь Под конец этого футбола Потому что меня просто Выключают Как я не знаю Чего Прям кошмар вообще Вырубает Ничего Мы сделаем Да Сейчас вот эти вот Штучки Цветочки От вишни Черешни Падают Засохшие То что тут Цветение было Конечно Мы его не застали К сожалению Но Не могли приехать Плюс я болела Вот Сейчас вот это вот Падает Потом будет Вишня Черешни Падать Все равно на даче Офигенно Просто офигенно А еще я забыла В Москве Виферон Есть Варик Поехать в город Купить Надо бы Так то Я ходила На массаж И Ну вы знаете Особенно Если следите В телеграм В сторис Ходила я на массаж Мне сделали Вообще Офигенно Просто Иногда Вот сейчас Даже Иногда Я забываю Вообще Что я беременна Что Мне вообще Через два месяца рожать Я думаю Блин Как Ну классно От того Что так легко Но Все равно Все таки Поясница у меня Побаливает Немного И Врач Массажист Она же и врач Тоже Не только массажист Сказала Что у меня Из-за болезни Скорее всего Воспалилась Там Она у меня Какими-то банками Что-то делала Сказала Что какую-то Молочную кислоту Это убирает Вообще Типа Классная штука У меня там Следы на спине Есть Ну не сильные Такие Но есть Вот Но все равно Классно Она мне конечно Все там Намассировала Я чувствовала Себя прям Очень хорошо Сразу после Пойдем смотреть Что там папа делает Где твой папа А так вот По поводу Фильтра Тьму Харуси По поводу Фильтра на воду Мы будем Ставить фильтр на воду Здесь обязательно Потому что У нас Я думаю Ну конечно Железа много Ясен хрен В воде И понятное дело Вот например В Москве Мы можем Из-под крана Набрать воду Приготовить те же Сосиски Макароны Гречку Ну нет Гречку я всегда И рис В воду беру Не из-под крана Короче Но приготовить Но приготовить Типа сосиски Там макароны Пельмени Можно из-под крана Добрать Ну мы так делаем По крайней мере Ничего страшного Не происходит Не знаю Ну то есть Она там нормальная вода У нас Мы даже проверяли Этим приборчиком Ну может он не 100% Конечно точный Прям Но все равно А здесь так нельзя Потому что вода Ну вообще В ней ничего готовить Точно Не вариант Всегда нужно брать Питьевую Для всего И это конечно Хорошо Но это очень неудобно Потому что постоянно Из этого кулера Набирать воду Чтоб что-то сделать Ну типа немножко Ну как Прошлый век Вот И уже все-таки Технологии Нетехнологии Возможности у нас есть И позволяют И мы давно Как бы хотели Вот наконец-то Добрались Вив Чувствуешь Пупс Тебя Толкает Говорит Слезять Меня Вызвали Санэпидемстанцию К нам сегодня Приехали Взяли у нас Воду из скважины Заплатили 12 с чем-то Тысяч Там 33 каких-то элемента Вот И на палочке И не на палочке В общем все И нам пришлют В течении Пяти дней Документ Что у нас там С водой Какие показатели И после этого Мы уже Закажем Фильтры Смотри как Мила Сидит Как мило Ты нашел Милки Это ж наверное С моего детства Покажи Эй А ты что Милки Захотела Рисовать Смотри Как Зашевает Мила Чего ты Давай не будем Их выкидывать У нас дочь Скоро Родится Глазом Не успеем Моргнуть Она уже Будет Этими Милками Здесь Рисовать Я не Собирался Это Очень Мило Эти у дедушки В гараже Там Слава Сейчас разбирается Нашел Милки Так грустно Как этот Тренд Из этих Рылсов Прекрасное Далеко Не будь Ко мне Жостоко Ну как Тут Мистер Тут наверное Барахла Уже Старого Такого И просрочного Я такой тут Нахожу Да Интересно Как ты Закачаешься Понимаешь Раньше Это Конечно На совесть Делают Моторное Вот я Чтобы поменять Моторное масло Я Самого Менять не буду Зачем Ну да Поеду В сервис Мне все Сделают Красиво Да Виф Пошли мелки Уберем Да Времена Изменились Конечно Мы со Славой Так вот Судим По дедушкам Бабушкам Что Ну понятно Они ничего Не выкидывают Все нужно Все пригодится Вот эти вот Там Советские Не знаю Не советские Ну просто Их молодость Воспитание Привычный Расклад Уклад Какой-то Жизни У нас конечно Такого нет У нас Хлам Все Выкидываем Нафиг Хлам Дома Ты и в Москве Можешь полежать Пойдем Тараканчик Мой любименький Я на него свитер надела Не так уж Конечно холодно Я думаю Собачке Вообще Пофиг Было бы Но все равно Думаю Она у нас Такой голенький Какая прелесть В гараже О господи Ну когда-нибудь Это все почистится Конечно И будет хорошо Слава тут разбирается Все Че на выкид Че оставить Ёлка тут Кстати Че за ёлка Блин 230 сантиметров А это не наша Или ёлка Зай А чья она А че она здесь Я думала Она в подвале У нас стоит Я не знаю Вот это прикол Виев Покажи Как быстро бегаешь Как ты быстро бегаешь Покажи Мы зашли домой Она тут разбегалась Как сумасшедшая Просто Ты мой сладенький Какая моя жопочка Ты мой хорошенький Ты мой хороший Смотри Не упади Какая зверюга Сумасшедшая жопка Что на тебя нашло Вива Вайка Боюсь Мамочки Ну Что это за игры такие Ты че Гавкать научись Прикаделька Смотрите Какое чудо Ребят Мы приехали в магазин Ну мы пошли там в садовый магазин Что-то для дома взять И тут короче Вот такой вот стенд И это Типа организация праздников Свадьб Я конечно в этой Мистер-жилетке Закачаюсь Жарко в ней То жарко То холодно Но лучше Не рисковать Своим здоровьем Короче Сейчас зашли в аптеку Взяла виферон Миллион Миллион Виферон Миллион Не знаю Да что ж у меня все Парит Какая я неухлюжая Так мало места За живота Завтра к нам Придет один рабочий Точно Не знаю Как насчет двух Мы сейчас купим краску Чтобы нам Он покрасил Ворота в гараж И ворота На участок В коричневой краску Коричневой краской Это конечно Не первая необходимость Но Он просто К нам все равно Завтра придет А у нас По плану было Чтобы он Разбирал Загружал На мусорку Эти Господи Полки Которые у нас В гараже Но Мы рассказали соседям Что мы собираемся Избавиться от этих полок А у нас Сосед Такой Знаете Им все пригодится Все Из всего Можно что-то сделать Короче Ничего не выкидывать Такой рукастый Все Может короче Изобрести Разобрать Разложить В общем И они взяли у нас Эти штучки Дрючки Вот Там конечно есть еще Что разбирать Ну в общем Просто мы думали Что Рабочий будет нам Одно дело делать А в итоге Сегодня к нам Должна приехать Газонокосилка Которую вчера Слава заказал Оплатил Из Люра Мерлен Что-то 18 или 19 тысяч Она стоит Не знаю Надеюсь Конечно Что нам сегодня Это привезут Дело И попросим Рабочего Чтобы он Сорняки Повытаскивает Единственное Что у меня В 11.30 Завтра Маникюр Педикюр И Я боюсь Как бы Все это время Короче Такие вещи Нужно делать Под моим Чутким Руководством Ну потому что Слава же может Не знает Где мне что надо Выдирать Где не надо Я еще думала Попросить его Пересадить Некоторые растения Которые у нас Чудным образом Выросли на газоне Мне так хотелось спать Сегодня Блин На даче Почему-то мне так Спать хочется В Москве Я встаю Вообще Как штык Девять Все Бужу Хожу Славу В 10 Встаю Говорю Да Бась Давай Уже день Идет Вовсю А на даче Наоборот Он легко Встает Вот к нам Сегодня во сколько Ну ближе к 12 В 11 Чем-то он приехал Я вообще Не могла В садь Мне было так Тяжело Просто Я более-менее Проснулась Уже когда Приехал к нам Мужчина Брать Воду Интересно Что у нас Там в воде Воде Обнаружится Всего Понемножку Есть Весь Стопудово Там будет Ну да Ну я уже сказала Что нам это нужно Для того Чтобы правильно Заказать Классный Фильтр На воду Пойдем На еще один Садоводческий Моригунчик Рынок Но это не тот На который мы думали Поехали Короче Покрасят нам Забор Завтра Просто Просто освежить Красиво Так ребята Нам все равно Пришлось ехать На большой рынок Потому что Не оказалось Там ни краски Но тут Мы много Что можем взять Опять Стравы Купить Хороший Соседка Мне посоветовала От сорняков На газон В прошлом году Я их выкорчевывала Сидела Дырок наделала Спину себе Все тоже мучила Вот А она говорит Не занимайся ты Этой хереборой Пшикаешь И все У нее газон Во Помните я вам пела песню В каком-то влоге Кто-то сказал Что трава зеленее У соседей саду Ну короче Вот у нее Прям вообще Классный газон Все Приехали мы на рынок Пойдем смотреть Что-то покупать Короче Пришли краску брать Взяли Вот такую большую Вот такая она коричневая Мы точно такой же Только у нас Маленькие банки Ну вот они Где-то такие Красили Этот Я думаю вы помните Для цветочков Вот Ну просто коричневый Как раз нам покрасить Самое то Здесь такой большой магазин Хороший Все есть Загляденье Совсем подсказывают Помогают Что где Сколько Чтобы хорошо было Так что классно Валики взяли тоже Путь разных инструментов Я думаю тут есть все Нам нужна еще пила Ух ты смотри Какое что это Это Для чистки Для затирки Железа Сколько классностей Вот эти классные Еще У нас есть такой Нитки Ну да Нитки Тросики какие-то Да здорово Мы в этом же магазине Были в тот раз Даже кастрюли есть Пару увлажняющий утюг Так любопытно Все это разглядывать Ух ты Круто Прям такая штука Из детства Весы вот такие Вообще Классный набор ниток Смотрите какие-то штучки есть Это для плова такие Да Какие хорошие здесь Тут наверное хорошие есть Эти Нам распылитель нужен Хороший У нас есть какой-то Но он вообще дурацкий Нерабочий Нифига А кстати Вот такую Такие хреновины Во-первых Слава заказала И мы еще в магазине Купили вот такое Он здесь стоит 500 рублей Или у нас не такой И сейчас дубы рухнут Девки Там даже 8 режимов Мы такой купили за 1200 В магазине в городе Вот уроды Какая чудная лопата Какая красивая Приколдес 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 Еще мы взяли Распылитель Который ставишь И он будет газон Мне брызгать Потому что я же сама Не могу столько времени Сейчас на это тратить И стоять долго Тяжело Ну какой-то Разбрызгиватель Взяли такой небольшой Вот еще какой-то Лейка Душ Да А тут цены Конечно Поприятнее Интересно Какой длины У нас такой красный Ну не знаю точно Такой у нас Мы набрали там На 12 с чем-то И девушка сидела Ну она как бы не на кассе Ну наверное тоже Уж там работает Понятно И она Ну видимо увидела Может что я беременна Это как говорят Делайте хорошую скидку Молодой семье Так мило И нам сделали скидочку В итоге не 12 с чем-то заплатили А 11 500 Ну приятно Конечно приятно Спасибо ей Да Вот интересно конечно И там еще 8 режимов Зай 8 Ну может быть все-таки Наш лучше Просто выглядит так же Практически Не ну наверное Все-таки они разные Ну блин Ну надеюсь что разные И наш лучше Потому что иначе вообще трэш Обожаю эти взрослые дела Что поехали теперь за зерном Травьянин Мне тут нравится гулять Это конечно не торговый центр С какими-то вещами классными Ходишь, бродишь, фантазируешь Как будешь ремонтировать все на даче Заборы всякие Красота Ой смотри Вот такая штука нам надо было брать Какой? Вот такой У нас есть такой Пойдем А что ж мы такое не делали Дырочки для газона Зай Папа-лям Папа-лям Ой сколько цветов Красота Так мы купили Так мы купили удобрения для газона 10 килограмм газона Новый хороший распылитель Краску Инструменты Удобрения для гортензий Удобрения для хвойных Короче Подъезжаем мы к нашим воротам дачным И оказывается что Леру и Мерленто Привезли нам газон и косилку Так что все круто Все зайчик Все нам одни Все получается Чики-пуки И уху Так что настроение вообще бомба Сейчас еще и газон и косилка у нас будет Все проблемы решены Я так паниковала То что у нас все это не успеется Что у нас ни хера нету Приедем на дачу с жопой Дел полно А кому нужно за это все сказать спасибо? Муженю моему Сначала она вынесла мне весь мозг Со всеми этими делами Да я вынесла вчера славе мозг Что даже в машине Из одного глаза пустила слезу Я вынесла ему мозг Мы не поругались А так типа поговорили Типа Все мама да че Зачем Уговонить Все нормально Мофе Че ты это самое Вот Я расстроилась Потому что он мне сказал Наконец-то конюшня А для меня это самое болезненное И самое Там еще дальше можно продолжать отвечать жестко Но я короче не стала Потому что подумала Что мы сейчас еще больше подстремся А что можно на конюшню ответить? А ты не знаешь? Твой дом родной? Да Я ему сказала Даже в слов сказала Я тебе ничего не буду отвечать Вот так вот сидела в тишине И у меня из одного глаза слезать Была вот так вот И я ее вот так вот протерла Как будто у меня аллергия какая-то Такая гордая Виду не подала Но потом мы даже не мирились Как будто забыли об этом Да, Зай? Вот так всегда Я все помню А я уже забыла Он запамятный у меня Все запоминает Не знаю, что там за газонокосилку Слава заказал Но мне в принципе пофиг Главное, чтобы она выполняла свою задачу Косить-то не я буду Ну что ж, мы установили новый пистолет А какие еще режимы есть? Да зафига Смотри, это джет Вот это вот говно режим Типа Ну просто, Лид, мне душ покажи Шаур Душ Шаур Шаур? Есть тут шаур? Да, есть Вот я обычно Ой, херня, блин Нет, он просто на минимуме Сейчас я его на максимум поставлю Да тоже херня Нет, он очень широкий Ну ладно, все, я буду поливать Дядя, хватит Тут все уже облил А так, чтобы он сам лил А я не держала Так он сам и держит Здесь все встроено сюда Попробуй Давай мне камеру, попробуй Круто, да? Он с отдачей такой Он стоит своих денег Довольна Ой Не, ну джет этот синий Вот этот режим непонятный какой-то Нормально, да? Ну, мне не хватает душа Который у меня там будет, конечно Ну ладно, это тоже Да ладно, классно Вроде много льет Ладно, я буду поливать все Все, договорились Короче, пошли посмотрим на пионы Вивечка, пойдем на пионы посмотрим Тут, конечно, трэш-то квадрово Вообще, надеюсь, газонокосилка справится Короче, надо покосить Мы купили средства Я вам тоже сейчас покажу Которые от вот этих всех сорняков Ну, посмотрите Это просто трэш Еще купили газона Короче, вот это пион Вот это пион Вот это, вот это Их у нас офигеть, как много И мне нужно придумать Куда их деть Я не хочу от них избавляться Но я им туда посажу Куда мне их еще сажать-то, блин? У меня грядок-то больше нет Ну, там можно, конечно Но там и так все Заставлено Вот пусенька сидит Пуся Пусек Кс-кс Вот это здесь, в праве Да Заблудиться в такой можно Вот мы купили изумруд 10 килограммов Вот мой изумруд Блин Вот такой распрыскиватель взяли Хороший, сказали Что-то, да, вообще Видите, вот эти вот зерна сухие Это что-то, что траву мы сажали Ни хера не выросло Ну, может, поливать надо было, конечно, больше Слушай, интересно А это что за растения такие? Как крапива какая-то вообще Господи Шок Вот это тоже я такое не знаю И этого я не знаю Откуда оно все у нас? Ну да, надо будет сейчас пионы сюда пересаживать Варианцев нет Ну, либо не сейчас Но мне жалко их просто, знаете, типа вырубать Потому что до этого их просто, типа, убирали и тут косили Вот Не хотелось бы, конечно Вот так вот выглядит Неухоженный газон, девочки Ну, ничего Вот, увидите, он у меня будет самый лучший на районе Тут тоже все взросло Надо чистить А я, может, сама почищу Что-то чистить Поковыряться Так, еще хочу сделать обзор на мои новые перчатки Вот такие классные По-моему, фикс прайс взяла Ну как, красивый? Единственное, что я точно не хочу, ну, как бы избавляться Сначала ее тестил Работает, нет Везет обратно в гараж А завтра уже будем косить Сегодня уже в пень Я тут пролила Там пролила Что-то ноги устали у меня, болят Я сегодня без компрессионных чулков Комары нас хотят сожрать Ила в шоке Она ненавидит мух, комаров Завтра у меня в 11.30 Маникюр, педикюр Я сейчас пойду с Славей Покажу, что мне надо Чтобы сделал рабочий Завтра Просто если вдруг будет такое Что он закончит, например, красить ворота Дверь в гараж Косить траву Ну, короче, все вот эти дела закончат делать И перейдет к моим делам Почистить от сорняков Что-то присадить А меня еще не будет То я должна Славе сейчас проконсультировать Что мне где, куда надо Что мне нужно куда пересадить Что можно нафиг это Что же я говорю Не пересаживать Мы сегодня очень хорошее дело сделали И уже после того, как покосим траву Можно будет Не знаю, если честно, что делать Сеять, не сеять, ждать дальше Просто в идеале ее нужно поливать Чтобы она хорошо росла А чтобы поливать Это нужно быть здесь А мы уедем Не знаю, как быть Мы тут стоим Я Славе рассказываю Что с этим делать А она прибежала сюда Иди к нам Иди же к нам Она не знает, как к нам попасть Еще ее кумары за жопу кусают Давай 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 Опа Зверюга Просто я думала Я Славе рассказываю, что делать С этими всеми цветами Может их туда все напихать Просто вот здесь Как это все обходить Казонокосилкой В том-то и суть Прошлым летом Мы переносили то, что мы знали Евочка Вот зачем это переносить туда И ты захочешь потом перенести Хорошо, тогда надо было Брать ножницы для травы сегодня Я их видела И смотрела на них Как раз для таких случаев Когда за цветком Ты не можешь убрать Ну ладно По максимуму тогда Обойди Как сможешь Чтобы траву убрать Просто мы же потом будем распылять Еще От сорняков И оно Может это самое Господи Тут что только не растет Какой-то отась Вот здесь тоже Мне надо Чтобы почистили Вокруг всех цветков Почистить всякое говнище Вголубь под сорняк И достаешь с корнем Вот посмотри Какой здоровый вырос Как цветок Блин Больше цветка Охренеть Закачаться можно Тут по сути Не так много сорняков Тут надо тоже Почистить Вот это мусор Вот это мусор Вот это Я же не знаю Что из этого цвета А что мусор Вот в чем прикол Господи Ну по ним же видно Вот цветок Вот этих ты знаешь Они будут этим заниматься Когда ты придешь Ладно Вот лилии Видишь, зай? Вот про них я тебе говорила Они там выросли Представь себе Представляю Ну хорошо Здесь-то он сможет Без меня Если что Начать делать Тут все надо просто Почистить Все что мелкое Это сорняк Все что мелкое Это мусор И сорняк Да А то что Выглядит как цветок Объемный Вот такой 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 Я думаю Что тут Ну видно реально Что тут цветок А что не цветок Вот эти травки Все нафиг Тоже повыдирать Вроде бы инструктаж Проведен Что надо Костер Ты голодный? А ты голодный? Ты голодный, наверное Да нет Я в принципе Но все равно Костер Не костер Через час Считать только будет Через два даже Через час С костром разберусь Через час С мясом Тогда точно Можно начинать Так, ребята Я пришла домой С улицы Я там сейчас С ведром Сходила Помыла все В мангале Что там все было В паутине В какашках Ну не в какашках Ну короче В общем Мы отдали соседям Кровать Вот эту Потому что мы поняли Что Ну никак не поместится У нас здесь Получается Одна тумбочка С нашими Какими-то вещами Там Не знаю Белье еще что-то Кроватка И вот еще Детский Пеленальный Комодик Мы сейчас Когда все Красиво расставим И нам надо будет Еще снять ковер Но мы уже завтра Сделаем Потому что Слава уже закачался Тоже устал Вот Я здесь пока Хочу здесь Помыть полы Убрать Но с этим ковром Он же все равно Пыль натаскает Короче Здесь все равно Сейчас надо все убрать Потому что там пыли Видите Даже этот Плинтус весь Ну Может вы так и не различаете Но грязный Стопудово Капец Вот И что у нас Тут будет стоять По плану Будет стоять Комод Думаю Ближе Вот туда Вот этот Ближе сюда Будет комод Пеленальный И кроватка Рядом Там где я сплю Вот здесь Где-то Вот Такой план у нас На будущее Как бы Там уж посмотрим Может быть здесь будет И кроватка И пеленальный комод У ребенка Здесь все останется Как есть Не знаю Пока Не понимаю Как нам в итоге Будет удобней Когда появится Пупся Наша Ну вот такие вот дела Конечно Стало попросторнее Прям много Места эта кровать Занимала Ну и ковер Собственно говоря Снимем И вообще Красота будет А вот эту вот Беговую дорожку Мы решили Вообще Никому не отдавать Мы ее Моим родителям На дачу отправим У меня мама Сейчас вообще Спорт же есть Вот И она будет Там на ней ходить Тем более Что эта беговая дорожка Такая крутая Она с подъемами Все такая профессиональная Может она там старенькая Но она вообще Мощная должна быть Вот Так что отдадим Им И вообще Класс Отодвинем еще Телевизор подальше И будет супер Так что вот Когда здесь все Расставим Я думаю Может уже завтра В следующем влоге Не знаю Завтра Послезавтра Короче Расставим Когда буду уже Вам показывать Остальное Слава жарит шашлык Уже заканчивает Я тут все подготовила Ну что я подготовила По сути Только салат порезала Все достала Но Все это время Пока Слава жарил шашлык Я фигню не страдала Я здесь помыла полы Потому что я их тут Давненько прям не мыла Ему тут даже в обуви ходили Периодически Вот так вот забежать Что-то взять Вот так вот Вот Пропылесосила Что тут тоже было грязно Ну понятно Постоянно с улицы Туда-сюда ходишь Здесь тоже помыла Пропылесосила Тут у нас немножко бардак Со всякими вкусняшками Помыла ванну И раковину Ну насколько это возможно Но как видите Она все равно Не может быть идеально белой Потому что вот От воды Остаются Вот такие желтости Поэтому мы еще и хотим Тоже Одна из причин Почему Ну сделать фильтр Вообще Чтобы все было хорошо Классно И потом тут ремонт Конечно сделать А еще из новенького Что произошло на даче Что-то потекло И сейчас Слава будет с этим разбираться Когда мы поедим Я пока банку поставила Вот так вот Сейчас у нас в спальне Вот так Довольно-таки уютно Я тоже все помыла Пропылесосила Там все тоже помыла Пропылесосила Подвинула Оно не тяжелое Потому что Ну не тяжелое Тут вообще колесики А тут оно пустое И хорошо двигается Вот До того как Я начала здесь что-то мыть Убирать Я обнаружила Стою его вон там На сала Не знаю зачем она это сделала Не обращайте внимания Вот такой вот у нас бардак Вот Это та одежда В которой мы были Это завтра я Надену Лосины Утром поеду на маник Ну тут типа Ничего такого Просто стало Конечно попросторней Посвободней Вот такие контейнеры Сегодня взяли Фикс прайс Можно там Что-нибудь хранить Придумаем позже Так что сейчас Уже будем кушать Садиться Наконец-то Что-то я устала Капец Прям в полном шоке Ура Еда Мадам Вы видели что он сделал Он пошел в кроссовках Совсем забыла Что я тут еще рис Грела У нас и картошка И рис будет Сейчас я помою Эти шампуры Все Я с вами на этом прощаюсь На этом чудном Моменте У нас будет картошка Шашлык Салат Рис Господи Нет рис Я вечно про него забываю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому